Ну и к другим темам цены на авиабилеты по итогам прошлого года выросли на 17 процентов, а в некоторых регионах и вовсе наполовину. Такие данные приводит мониторинговое агентство Energy Pro. При этом пассажиропоток увеличился, впрочем, как и количество задержанных рейсов. Алишер Накипов продолжит. Для атлета Койлыбаева путешествие из Астаны в Тарас неожиданно затянулось почти на 12 часов. Мужчина должен был вылететь из столицы еще в 3 часа дня, но без объяснения причин рейс переносили, отменяли и снова переносили. Мое ожидание в аэропорту началось в 15.00. В первый раз рейс перенесли на 22.30. Затем сказали, что мы полетим в Тарас чуть раньше, в 6 вечера. А потом время вылета и вовсе поменяли на 2.30 ночи. То есть рейс был запланирован в 3 часа дня, а вылетели мы на следующий день. Авиакомпания никак это не объяснила. И это далеко не первый скандал с начала года. Новости о задержках приходят со всей страны. Вот аэропорт Алматы, 703 рейс, скат. На 5.40 у нас был билет. Мы до сих пор стоим. Не знаем, улетим, не улетим. Возмущенные пассажиры улетели. Правда, с 10-часовым опозданием. Причину задержки в скат долго не озвучивали, а позже сослались на погодные условия. В целом, отечественный перевозчик регулярно попадает в новостные заголовки СМИ и становится объектом нападок тысяч казахстанцев. В авиакомпании пояснили, в чем причина сдвига вылетов. С наступлением холодов участились задержки авиарейсов, что, конечно, оставляет не самые приятные впечатления о путешествиях воздушным транспортом. Ни один авиаперевозчик не хочет ни на минуту сдвигать существующее расписание. Авиакомпания, оказываясь в такой ситуации, фактически становится ее заложником. Воздушные суда, осуществляющие перелеты, завязаны в расписании по цепочке. За сутки самолеты авиакомпании «СКАД» выполняют в среднем 100 рейсов. И малейшая задержка на любом из промежутков влечет за собой сбой вылетов как минимум на трех следующих маршрутах. Впрочем, недовольны казахстанцы работой других перевозчиков. Однако это не помешало отечественным авиакомпаниям установить абсолютный рекорд по количеству пассажиров. Так 11 миллионов человек в прошлом году воспользовались услугами казахстанских авиалиний. Возросшему спросу на перелеты не помешали даже цены на авиабилеты, которые подорожали по всему Казахстану в среднем на 17%. Затратнее всего они стали для жителей Западной Казахстанской области плюс 67%. В тройку антилидеров также попала Абайская и Костанайская области. Высокие цены и частая задержка рейсов – то, с чем вынуждены сталкиваться все, кто пользуется услугами отечественных авиалиний, говорят эксперты. Впрочем, есть еще одна проблема – сдавать уже купленные билеты пассажирам крайне невыгодно. Людям возвращают либо половину потраченных денег, или вовсе предлагают воспользоваться услугой позже, когда возникнет необходимость. Депутат Мажелиса Ирина Смирнова уверена – всему виной отсутствие здоровой конкуренции в небе. Ситуация с авиаперелетами у нас никуда не годится. Во-первых, постоянные отмены рейсов, постоянные переносы, то есть без всяких предупреждений. Люди не могут ничего планировать. Мало того, когда встает вопрос о возвращении средств, люди не могут вернуть средства. Например, у «Флайер и Стан». Они говорят – берите ваучер и потом снова с нами летите. То есть они полностью используют свою монополию для того, чтобы мошенническим способом забирать средства у людей. Наше небо разделили между тремя авиакомпаниями. Нужно, чтобы пришли совершенно иные компании. Должна быть конкурентная борьба, жестокая, жесткая, которая заставит их выстроиться так, чтобы уважать своих клиентов. При отмене или задержке рейса по вине перевозчика больше, чем на два часа авиакомпании обязаны предоставлять пассажирам с маленькими детьми комнату матери и ребенка. Всем без исключения по два телефонных звонка продолжительностью до пяти минут, в том числе и по международным линиям, и обеспечить прохладительными напитками. Если самолет задерживается на четыре часа и больше, то к этому списку добавляется горячее питание. От пяти до восьми часов возвращение полной стоимости билета плюс размещение в гостинице и трансфер. Здесь один важный момент отметить, что пассажир имеет право на компенсацию в случае, когда задержка рейсов происходит по вине авиакомпании. То, что было на прошедших праздниках, когда многочисленные рейсы были задержаны, это было по погодным условиям задержано. В этой связи компенсация не полагается, так как она вызвана форс-мажором. В действующем законодательстве также существует норма, по которой авиакомпании обязаны возвращать пассажирам 3% от стоимости билета за каждый час простоя самолета. А в случае ненадлежащего оказания услуг перевозчик будет привлекаться к административной ответственности в виде штрафа. Алишер Накипов, Руслан Алиев, Хабар, 24.